Приветствую вас на канале WatchGots. Этот ролик является в некотором роде дополнением к большому разбору фильма Начало Кристофера Нолана, в котором я привожу доводы того, что весь фильм это не более чем сон Коба. Ссылку на обзор вы можете увидеть к описании к ролику и закрепленному комментарию. Что касается конкретно этого видео, в нем я постараюсь раскрыть для вас фильм Начало через призму мифа Аминотаври и предоставить некоторые зарисовки того, что аналогии этой истории намного больше, чем может показаться на первый взгляд. Как вы, возможно, знаете, одна из главных героинь фильма, которая сопровождала Коба практически до самого конца, носила имя Ариадна. В мифе это имя девушки, которая подарила клубок Тесею, чтобы он смог выбраться из лабиринта. Нолан сам обозначал факт того, что имя Ариадна было взято намеренно со ссылкой именно на этого персонажа мифа Аминотаври. И эта аналогия не является выдумкой или моей личной интерпретацией. Что ж, давайте к сути. И для начала я очень кратко перескажу историю мифа. Для тех, кто хорошо о нем знает, а вот тайм-код для того, чтобы пропустить эту часть видео. Жил-был царь острова Крит Минос. Посейдон, бог морей и океанов, подарил Миносу невероятной красоты быка, которого он впоследствии должен был принести в жертву. Вот такая штука. Минос в этом поклялся. Но клятву он нарушил и отдал в жертву другого быка. Но, естественно, Посейдон об этом узнал и решил царя наказать. Что он сделал? Он внушил жене Миноса страсть к этому быку и в итоге она от этого быка родила Минотавра, который желал питаться человеческую кровью и мясом. В общем, был такой достаточно кровожадный. Минос построил лабиринт, куда упрятал чудовище и свою жену. И в какой-то момент один смельчак из Афин, которого звали Тесей, отправился в лабиринт и убил Минотавра. А дочь царя Ариадна подарила ему клубок, чтобы после расправы над чудовищем он смог найти дорогу к выходу. Вот это очень, очень краткое описание этой истории. В ней достаточно много тонких моментов, некоторые аналогии из которых я затронул в этом разборе. Поэтому, кто не знаком с сюжетом, советую его почитать. Ну и, конечно, не забывайте, что мифы не следует понимать буквально. Каждый миф – это аллегория, выраженная через более понятные человеку визуальные образы. По такому же принципу построено большинство сказок и легенд. Кстати, Минотавр буквально и дословно означает «бык Миноса». Что ж, начнем. Коб заражен идеей самоубийства. Эта идея и есть в некотором роде аллегория на Минотавра. Посейдон – это не только верховный бог морей. Считается также, что он имеет отношение к сновидениям. Ну и вспомните начало фильма «Коб просыпается в воде, где-то на берегу моря или океана». Дом его также находится на берегу. Также многим известная отсылка к кольцу, которое носит Коб на пальце. В мифе есть момент, когда Тесей повстречался с Миносом и сказал, что он царевич, которого любит Посейдон. Минос усмехнулся над ним, взял кольцо и бросил его в море. Тесей же, попросив Посейдона, чтобы тот вернул его кольцо, в итоге получил его. Дельфин выпрыгнул из моря и держал во рту это кольцо и отдал его Тесею. Как зародилась идея самоубийства в подсознании Коба? Они с Мол заигрались со снами, в результате чего Мол решила обмануть себя, поверив в реальность сна. В итоге, как мы знаем, Мол покончила с собой, спрыгнув с карниза. Из миллиона всевозможных способов она умирает именно так. И точно таким же способом в мифе о Минотавре умирает отец Тесея Эгей. Он спрыгнул с обрыва в море и разбился насмерть. Считается, что именно поэтому море называется Эгейским. Но вот еще более тонкий момент. Эгей спрыгнул с обрыва не просто так. Да и зачем ему это делать? А суть в том, что у него был уговор с сыном. Если он одолеет чудище и в добром здравии вернется обратно, то приплывет на белых. А если исход будет обратный, то паруса будут черные. По разным версиям, то ли паруса забыли поменять по причине того, что сильно торопились, то ли пути порвало ветром и на белых плыть было невозможно. Короче говоря, приплыл победитель на черных. Отец, не дождавшись корабля, сиганул с высоты. И вот в чем заключается тонкость. В этом моменте Мол ничем не отличается от этого Эгея. Только вместо цвета паруса выступает волчок. Эгей, если разобраться, просто не смог распознать суть. Ведь цвет паруса был лишь знак, показывающий истинное положение дел. Если бы Эгею сказали, что паруса заменили, он, вполне понятно, прыгать бы, конечно, не стал. Эгей покончил с собой именно из-за заблуждения, неправильной трактовки, не разобравшись в вопросе. А Мол настолько запуталась волчке, что для нее сейчас любая реальность, по сути, также кажется нереальностью. Она не может ее проверить. А идея самоубийства – это тот самый Минотавр, который требует жертв от тех, кто поселяет его, так сказать, в лабиринте своего подсознания. И для того, чтобы его одолеть, нужно дойти до самого конца в этих закоулках разума. Что является основным предметом фильма? Волчок. Я подробно и с доказательствами из самого сюжета фильма объяснял в ролике суть того, что волчок – это просто тотем веры. Он работает только так и больше не несет никакой принципиальной функции. В этом заключается грех перед Посейдоном, так сказать. Подмена более лучшего быка на более худшего. В данном случае попытка поменять правду на ложь, что в итоге послужило катализатором рождения чудовища. В нашем случае – идеи, которые требуют жертв. Собственно, как и поступил Минос. Построил лабиринт и запер туда чудовище и его мать. В данном случае Мол является как носителем этой идеи, носителем того Минотавра. Еще небольшой момент. В фильме в сон ушло 7 человек. В мифе к Минотавру должны были отправиться 7 юношей и 7 девушек. Более того, помните, где Коба разоблачили в том, что он, по сути, намеренно отправил всех в этот так называемый лабиринт подсознания? Все 7 человек – это заложники ситуации, виновник которой Коб. Ну и раз уж зашла тема о мифологии, давайте напоследок разберем некоторые имена. Арабское имя Юсуф соответствует еврейскому Иосифу. В Ветхом Завете говорится об Иосифе, обладающем даром интерпретации снов. Он помог фараону подготовиться к 7 годам голода. Первого архитектора звали Неш. Переводится его имя как «живущий с ясенем». Ясень в скандинавской мифологии соединяет небо, землю и подземное царство. Проводите аналогию со сном. А вообще, кстати, довольно быстро они от него отказались. Я вот как-то не припомню, что патериадные требовали каких-то там невероятно точных совпадений с ковром. В Греции ясень был священным деревом Посейдона. Детей зовут Джеймс и Филиппа. Филипп – это греческое имя. Имя главного героя – Доминик. Сокращенно его называют Дом. На славянских языках это, собственно, некоторое жилище. Происходит от латинского «домус» или греческое «домос». В древнерусском, по некоторым данным, считается, что это слово означает также «семью» или «живущих вместе людей». Ну и надо сказать, Коб действительно на протяжении всего фильма мечтает именно о том, чтобы вернуться домой к детям, несмотря на достаточно большую вероятность спутать столь привычное место со сном. Мол, сокращенно от «малари», происходит от «малхир», по-французски означает «несчастье». «Мал» также означает «зло» на французском языке. Кстати, также можно вспомнить, что Марион Катьяр, которая играет жену Коба, француженка по происхождению. Еще один интересный момент. «Лимб» – это первый круг ада из божественной комедии Данте. Место, где пребывают души тех, кто в неправедных делах улечен не был, но был некрещенным. На страже стоит Харон. Наказание – скорбь без боли. И тут действительно можно сказать, что Коба по сюжету фильма мучает именно скорбь, без каких-либо физических проблем. Следующая, возможно, очень притянутая за уши аналогия, а может быть и нет. Клубок ниток из мифа несколько похож на те трубки для снаг. За него держались те, кто входил в лабиринт вместе с Тесеем, а по сюжету фильма он объединял тех, кто входит в сон. Ну и напоследок, согласно религиозным текстам, у Бога один день, как тысяча лет. А тысяча лет может быть, как один день. Если сопоставить это с фильмом, где более низкая реальность протекает в более замедленном времени, относительно более высокой, то тут можно провести параллели с тем, что Бог является как бы началом всех реальностей. На некоторую ступенчатость реальности, приводя их с аналогией в снов, в религии также можно усмотреть. Вы наверняка слышали такое выражение, как «на седьмом небе от счастья», или, например, «семь кругов ада». В одном христианском апокрифе «Вознесение Исаии» описываются события Вознесения Человека пошагово по небесам вплоть до седьмого, где каждое последующее небо было лучше прежнего. Что ж, это была такая небольшая зарисовочка по фильму «Начало» и аналогии с мифом о Минотавре. Еще раз повторюсь, что это просто небольшое дополнение к основному большому разбору фильма «Начало». Ну а с вами был канал WatchGots. Надеюсь, до новых встреч. Всем удачи! Субтитры создавал DimaTorzok